Главный тренер Академии Рамзана Ахмед Межиев, Ахмед Гадавич. Результат на табло не в пользу вашей команды. Как можете оценить сегодняшний матч? Что не получилось? В принципе, ничего не получилось. Мы готовились, честно скажу, к игре. Мы знали, куда едем. Мы знали, что соперник, наверное, лучшая Академия в России. И, скажу так, заслуженно выиграла Академия. Хороший соперник, крепкая команда. У нас ничего не получилось сегодня. Да, наверное, все эмоции, вся игра у нас минут на 30 хватила первого тайма. После этого команда расклеилась. И, скажу так, это не отмазка, но мы тренируемся, играем на искусственных полях. И это тоже, наверное, сказывается. Там другие группы мышц. После первого тайма передвигались мои ребята все хуже и хуже. Так вот. Поздравляю соперника. Хорошая команда. А мы знали, когда сюда ехали, что нам нелегко придется. Какие-то положительные моменты есть в игре сегодня? Ну, положительные моменты, скажу, даже по такой игре у нас в первом тайме три момента было. Мы не реализовали. Не забиваешь ты, забивает соперник, как в футболе это бывает. Все, благодарю за комментарий. Спасибо большое. Магомед Идигов, игрок команды Академии Рамзан. Магомед, результат не в вашу пользу. Как сложно сегодня было противостоять сопернику и что не получилось? Не так очень сложно было. Они хорошо, конечно, играли. Мы, конечно, тренируемся на искусственном. Сейчас играли на естественном. Никаких отмазок нету. Они были сегодня сильнее. Дальше посмотрим. А так получилось то, что наигрывали. Не так очень получалось у нас многое. Все, спасибо за комментарий. Андрей Полевой, игрок команды Краснодара, ЮФЛ Юг. Андрей, с победой. Крупная победа, наконец-таки. Как можешь оценить сегодняшнюю игру? Ты вышел на замену. Что получилось? Что, наверное, не совсем? Ну, хочу спасибо сказать. Поначалу, конечно, чуть были не собраны. Но к середине первого тайма взяли игру под свой контроль. Играли в короткий средний пас. И забили два заслуженных гола. Не получилось. Ну, вот, поначалу чуть-чуть небольшая суета. Но потом взяли свой под контроль. И все отлично. Ты сегодня вышел на замену. Тебе буквально несколько минут понадобилось, чтобы забить один из шедеральных, наверное, голов. Может быть, кому-то хочешь посвятить его и вспомни сам момент, как вообще происходило все. Ну, хочу посвятить гол, конечно же, всем, кто нас запереживает за нас. Болеет. Это наши болельщики, тренеры. И, конечно же, родители. Да ничего, просто отличный пас от Ефима Буркина. И дальше все холоднокровно и спокойно забил. И давай последний вопрос. Немного не о матче. Сегодня 6 лет исполнилось главному стадиону Краснодар. Как ты считаешь, что нужно тебе как игроку, чтобы когда-нибудь уже через несколько лет сыграть на главной арене города? Ну, хочу сказать, что это лучший стадион Европы, мира. И, конечно, опыта, уверенности. Ну вот. И в дальнейшем все получится. Спасибо тебе за комментарий. Ждем тебя. Виктор Коваленко, наставник команды Краснодара с ЮФЛ Юг. Виктор Викторович, с победой. Крупная победа. Как можете оценить игру? Короткий комментарий по матчу. Ну, в первую очередь спасибо за поздравления. Ну, короткий комментарий. В принципе, выглядели сегодня неплохо. Ребята, особенно в функциональном плане. Видно, что мы пробежали больше, чем соперник. Что соперник не выдержал нашего темпа. Довольны результатом. В принципе, довольны реализацией. Но еще есть свои шероховатости. Сейчас очень много игр. Видно, что тренировочного процесса не хватает. Некоторые моменты начинают забывать. Ну, сейчас в ближайшее время будет небольшое у нас окошко. Чуть-чуть еще потренируемся, поработаем. И будем играть еще лучше. Команда Краснодар сейчас залазит в тройку лидеров. Есть ли какие-то... Ну, смотрите ли вообще тренировную таблицу перед матчами? И насколько важным именно окончательный результат становится? Ну, на данном этапе нам сейчас не важен окончательный результат. Но, конечно, как любой спортсмен, как любой тренер, мы смотрим, конечно, мы перед каждой игрой смотрим в таблицу, анализируем, думаем, сколько очков, сколько нужно набрать, чтобы оказаться как можно выше. Все равно спорт играет ради того, чтобы побеждать. И последний быстрый вопрос не о матче. Сегодня 6 лет исполнилось новому стадиону, главному стадиону Краснодара. Как вы считаете, что нужно игрокам, вашей команды, чтобы дорасти до основной? Нужно тренироваться еще больше, еще усерднее, отдаваться полностью игре. И тогда они увидят этот стадион не с трибун, а с зеленого газона. А как главному тренеру? Как главному тренеру? Примерно то же самое, только смотреть со стороны, больше работать, еще лучше тренировать, и тогда все будет хорошо. Все, благодарю вас за комментарий, с победой еще раз. Спасибо.